Замечался все-таки в последнем раунде, немножко сдает Ригондо. Вчера было то же самое во время матча со сборной Казахстана. Он дрался с Муратом Айрмасовым. И тоже преимущество было большое, но все-таки под конец Ригондо немножко сдал. Ригондо держит Халикова, он не дает ему боксировать. Устал одно. Да, наверное, устал. Но просто Халиков же навязывает свое. Это четвертый раунд, это иллюстрация. Порядок бьет класс. Но я имею в виду порядок, который есть в техническом освещении Халикова. Да, да. Ну, это просто борьба откровенная. Одна минута и десять очков. Ну, этот, можно, попал сейчас слева. И Халикова попал справа. Да, но там последний вот удар слева Ригондо был очень хороший. Нет, чудес не будет. Но все равно он сложнил. Молодец. Молодец Халикова, он показал, что он может. Провалил Ригондо, ну, как бы сейчас он его на контратаге справа бы запустил, но не попал. Молодец Халикова, он последние вот раунды не проигрывает. Не проигрывает. Опа. Нет. Не поможет этот, к сожалению. Ну, вперед. И все равно не дайте ему, друзья. Смотрите. А смотрите. А смотрите. Ригондо не хочет боксировать. Ригондо устал. Халик его измотал. И посмотрите, как изменилась ситуация. Не хочет боксировать Ригондо. Такое великое желание, да, у Халикова? Да, да. Отпроевать хоть одну. Вообще. Отпорить на Халиков, он выкладывается на 200%. Вы знаете, вообще я хочу похвалить этого боксера. Молодец, молодец Халиков. Молодец, Максим. Посмотрите, посмотрите на его лицо. Посмотрите, как... Ты приложу ему максимум стилю. Он хочет, он... Он вылезет. Ничего. Вот... Ой-ой-ой-ой-ой. Нет-нет. Ой, все равно молодец. Все равно молодец. А у меня такое ощущение, что не было нокдауна. Просто неудобно... Ну, неудобно стоял. Но удар-то был. Вот сейчас был. Вот сейчас был тяжелый удар. Да, вот немножко раз... Вот. Ой-ой-ой. Да. Даже говорить ничего не хочется. Ну ладно, ничего страшного. Зато я хочу Халикова похвалить Александру. Молодец, хороший бой. Халиков молодец. С ним в разведку ходить... Это никаких сомнений. Это... Настоящий мужик, но... Мужчина... Александр 0-3. Да. Ну и ждем Тищенко Александра. Не надо о грустном. Александр Тищенко руходит. Ждем, ждем Тищенко. Тищенко. Между прочим... Там еще Гамбу Атолидану выйдет. Мы не забудем об этом. Нет, я знаю. Я знаю, что вы знаете. Бой будет. Бой будет, да. Победу по очкам со счетом 37-21. Одержал Гильермо Орегондо Ортиз с Куба. Победил Гильермо Орегондо Ортиз. 3-0. Куба впереди. Ну а сейчас, наверное, самый интересный бой. Самый непредсказуемый. Два олимпийских чемпиона. Последние Олимпиады на ринге. Алексей Тищенко, который завоевал олимпийское золото в этом самом весе. До 57 килограммов. И... Илья Оргес Гамбоа Толидана, который на Олимпиаде уступал в весовой категории до 51 килограмма. То есть через вес перескочил. Трудно даже сказать, насколько мы сейчас надеемся на то, что Алексей Тищенко сломает вы знаете... Вот эту полосу. Это будет серьезный бой. Очень сложный поединок. Очень боксеры. Вы знаете, одного уровня, одного класса. Высочайшего класса. И здесь, здесь, я как представляю, с первых минут пойдет такой жесткий средний бой. Бой на средней дистанции. Максимальное количество ударов. Но я знаю одно. Ни один, ни... Никто из них... Вот, вот, вот. Никто не отрубится. Вот, смотрите, что делается. А Тищенко просто так не отдаст. Главный зачатчик боксера. Так, сейчас зрители в любом случае получат то, что хотели. Ну, Алексей. Тищенко делает то, что он всегда делал. Ну, что? Чей олимпийский чемпион сильнее? Ну, Леша изорвается. Взрывается. Хорошо он чем боксирует. Отрывается и взрывается сразу. Делает разрыв. То есть пропускает соперника и после этого контратакует. И у него неплохо получается. Мне кажется, что Тищенко просто физически сильнее. И это очень ему сейчас помогает. Это называется весь скоростной вынесли. Он очень хорошо дышит. Он очень хорошо бьет. И все время... И терпит постоянно. То есть, ему хватает на все четыре раунда. Ну, дай бог, что хватит. Ой, отлично! Отлично попал. Ага, пропустил. Сильно, сильно пропустил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, что ж такое-то? Разорвил удар. Два боковых ударов там было в исполнении кубинца. Мы небольшую паузу сделали. И вот нужно будет просто немножко разорвать. Я говорю, что готовит Алексей. Разорвать дистанцию, контратаковать. Здесь он силен. Мне кажется, что оба вот за эту безумную первую минуту несколько устали. Заканчивается первый раунд. Ну, надо сказать, бескомпромиссный поединок. Да-да, я думаю, он таким будет до самого конца. И самое главное, что они немножко похожи. Они серийные, и поэтому бой очень красочный. Да. Ну, дамы и господа, вы сами слышите, что творится в зале. Нечего сказать. Красиво. Красиво. Равный пока бой абсолютно. Ну, нет, Тищенко немножко выигрывает. А Тищенко немножко точнее. Вот у них количество ударов. Да-да-да, пожалуй, да. Что Алексей чуть-чуть поточнее и чуть-чуть побыстрее. И чуть-чуть побыстрее. Вот смотрите. Вот вам сколько ударов наносит Тищенко, сколько... Вот еще раз обратите внимание. Точнее Тищенко. Почти во всех компонентах он успевает еще защититься. Очень небольшое преимущество. Но преимущество есть? Пока есть. Да, пока есть. Я ни в коем случае не буду это отрицать. Никто не говорит, что это большое преимущество, но оно и есть. И это, видимо, выражено и в студийских записках. Да, 11-9 пока ведет Тищенко. Вот хорошо слева. Немножко не успел. Немножко Кубинец раньше прошли дистанцию. Вот хорошо налево рука. Вот то, что надо. Да, пошла рубка. А без этого мы предупреждали, так оно будет в самые первые секунды. Два олимпийских чемпиона. Отлично. Все-таки как хорошо у него проходит слева сбоку у Тищенко. И хорошо, что он заканчивает все свои атаки лево-боковым. Обратили внимание? Высочайший темп. Хорошо. Хорошо, хорошо. В разменах лучше сейчас чуть-чуть. Тищенко. Точнее. Немножко справа аккуратненько надо. Немножко справа Алексей стал пропускать. Не успевает отойти от правого удара. Он не устал. Ну и я хочу сказать, Александр, кубинский боксер устает. Конечно, конечно. Но если кубинец устанет, меня это не огорчит. Продолжается это. Рубка преимущества Тищенко растет. Вот сейчас выходит на передний план физическая подготовка. Я много раз об этом говорю. Это когда большую роль устали, Александр. И вот есть такая вещь, как скоростная выносливо. Сейчас нужно дышать и бить. То есть кто из них лучше? Но кубинцы всегда блестящие в спортивной форме. Вот в этом опене удара, в этом бешеном темпе они всегда выкидывают 4 раунда. Да. Хорошо. Хорошее настроение в зале сейчас. Половина боя позади. Тищенко ведет, по-моему, 7 очков. Ну, это и по праву. Да. Да.